Здарова всем! Будем мыть печку на Тойоте. Представляете, и Тойоты тоже ломаются, как ни странно. Тойота Королла, какого-то, по-моему, там 90-го, по-моему, 5-го года такая она, короче, старенькая, но так номера не палить. Вот, старенькая Королла, не греет там, еле-еле прям совсем теплый воздух, как тогда, помните, на Доджи, короче, то же самое. Даже там хотя бы грело чуть-чуть, здесь вообще не греет еще. Чувак вон едет, ездит с иней. 50 километров до меня ехал, и у него до сих пор еще иней, то есть в машине там холод вечный, мотор не греется, вся фигня. Здесь фишка в том, что надо поменять термостат. Вон он там стоит, видите, под этой вот крышечкой. Потому что, потому что, потому что, потому что вот этот вот патрубок вообще еле теплый. О, давляк спал. Вот, то есть термостат расклинивает, и он не идет по большому кругу, идет только по малому кругу. Задача какая? По-хорошему надо поменять кольцо трамблера, потому что, видите, вон все обоссалось. Вот, также надо поменять прокладку клапанной крышки, потому что там вот все, он фигачит со всех сторон. И помыть печку. Вот здесь вот стоит, видите, здесь вот жигулевские технологии стоит краник. Может быть, конечно же, дело в каранике здесь, а не в этом. Я, и хер его знает, короче. Куда здесь, с чего должно крутиться. Ну, по-моему, вот так вот должно быть максимально открыто. Вот так. Да. Короче, интересно, звук. Музик. Музик нету, музик. Может, ему отключить его, с чего он здесь у него висит. Ну, короче, завтра мы у него узнаем. Мда. Технология моя. Короче, вот этот снимаем, да прям отсюда бы, короче, снимем. Вот. Два этих хомута, там такие зажимные, самозажимные. Снимем сюда шланги накинем, будем мыть печку. К сожалению, мне все еще никак не придет, а, как его, пирометр, чтобы мерить температуру. Я не могу пока мерить температуру. Жду, когда же он придет, все-таки же, ко мне. Ледок. Ледок. На улице минус 20, по-моему, сейчас. Утром было что-то минус 28. Вот. Хорошо было, короче. Вот. И... И что? И... И все. И нет у меня пирометра, не могу мерить, короче, температуру. Поэтому я вам не смогу показать, какая была температура, какая теперь будет температура. Вот. А хотелось бы, конечно же. Также у чувака здесь вот гофра. Видите, вон. Следы изоленты. Она рваная гофра. Гофру тоже бы надо бы либо сделать, либо поменять на новую гофру. Ну вот. Короче. Веселье. Один словом. Промоем, почистим. Здесь надо будет все сейчас замыть. Вот это вот масло. Все потому, что меня бесит, когда все в масле, емое. И вот тут у меня был очиститель. Вот такой вот купил себе дешманский очистителей. Потому что очистители даже тритоны, короче, по 130 рублей. А это я что-то взял в экзисте по 98, по-моему, что-то такое. Ну, короче, сэкономил, емое. Но он хереновее, чем тритоновский. Тритоновский лучше. Пополиваем сейчас все это дело. Видите, он как бы вот не под давлением, он как бы вот просто вот течет самотеком. Типа вот. Какой вот он. Меня такой не устраивает. Такое ощущение, что они туда в воду налили. Емое. И обычным, короче, кислородом загнали туда воздух. Емое. И реально может этого, блин, бахнуть углекислого газа сюда. В него. Может быть повеселее будет немножко. Ну, он уже, блок отмылся. Видите, где вот отмылся? Во где. Иначе здесь больше всех охерачит. Иначе через клапанную крышку фигарит. Может быть, кольцо трамблера и не при делах. Итак, подключен, короче, аппаратик. Вот только еще вода даже не помутнела. Ну, то есть антифрес еще старый, даже не пришел. Смотрите, какой поток. Потока нет. Ну, нету потока. Вон уже грязь насыпалась. Я тут, короче, сливал, сливал. Вот. Ну, что-то как-то не знаю. Ну, короче, грязная вода сливается. Антифриз старый. Ну, то есть с радиатора. Который слили. Сейчас, короче, кидаем. Кипятильники туда пускай кипятится, греется. Еле снял подруги, ей-богу, блин, это капец какой-то. Просто ад. Там латунный радиатор. Реально латунный радиатор. С латунными выходами. Их так легко повредить. Капец. Короче, я один там чуть-чуть поджал. Но я... Благо, есть токарный станок великий. И я себе сделал такую вот морковку. Короче, я туда его загнал. И она распрямила геометрию выходного отверстия. Вот. На этом радиаторе. Потом, когда буду снимать, покажу. А сейчас вот... Короче, я офигел ее составить. Вот. Короче, это... Пока сливается, перетекает. Ну, чернотища уже, я думаю, видно, да, какая она? Уже какая черная. То есть будет, я думаю, весело. Очень будет весело. Ладно. Так, тут опять помпа что-то подкапывает. Надо все это дело переделывать. Нафиг. Шланг даже потрясался. Да, интересно. Ну, ладно. Короче, кидай кипятильник и кипятим. Итак, мы тут, короче, моем, моем, моем. Пока что мыл без активного вещества, скажем так. Вот. И вот что мы намыли безо всего. То есть, уже, 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 уже капитальная грязюка такая. Ва! Конкретная прям. Уже хлопья полетели. Но пока еще мало. Сейчас мы эту тряпку нафиг выкидываем. Ставим новый фильтр. И добавляем активные вещества. И дальше продолжаем процедуру. Начали. Уже, короче, час мы мыли просто так. Сначала холодной водой. Потом горячей водой. И сейчас будем промывку офигачить. Так, моем, моем. Вот еще одна тряпочка вторая. И что здесь, знаете, что нашел вот этот тряпочек второй? Это, как вы думаете, что это такое? Правильно. Это герметик. Это герметик. Ну, мусор и герметик, короче. И мусор. Ну, это чуть-чуть. И что-то я маленькую там оставил совсем. Она надулась. Думаю, о, в полную. Нифига не полную. Вот. Вон там, видите. О, какая черная. Вот мусора. Ну, поток, видите, как увеличился. Приличненько уже. Уже гораздо лучше стало, чем было. Короче, моем, моем дальше. А, ну и попутно, короче, меняю термостат. Вон он там стоит. Я снял крышку. Надо здесь почистить прилегающую плоскость. Термостат. Термостат у нас будет такой вот не парц. Прям вот он вот прям вот. Не парц. И вот такой вот номер. Ну, с резиночкой термостат сразу же идет. Вот. Здесь, видите, здесь как-то вот он вот. Больше вот этот пятак открыт. Чем на том, который стоял. Короче, я не знаю, рабочий, не рабочий. Ну, как бы, все было дело в чем. То есть, человек ко мне приехал. Я беру за вот этот патрубок. Он горячий. А этот нижний холодный. Он реально холодный был. В сравнении с верхним. Тут, то есть, термостат был закрыт. Он не выдавал. На радиатор не шло ничего. То есть, ну, здесь вариантов два. Либо мотор прогреться не может. Что, ну, как бы, блин, чувак ехал минимум 30 километров. То есть, ну, не 30, хорошо, 20 он ехал. То есть, должен был прогреться. Либо я что-то не понимаю. Ну, короче, термостат. Это, конечно же, еще и дроссельная. Вот такая вот классная. Видите, какая прикольная дроссельная заслоночка. Тоже бы, конечно же, помыть бы ее. Но я не думаю, что он согласится на замывку дроссельной заслонки. Вот. Ну, а так, да. И вот масло капает. Здесь вот страмблера, склапаны крышки. Попадает на этот патрубок. Патрубок уже такой, знаете. Прям как сопля, как дресня. Я вообще, блин, даже трубить его не хочу. О, какой хороший горячий шланчик. Вот. С нижнего шланга, когда вот здесь вот вниз, то есть, на вход туда начинает идти, посылаешь прям, блин, прям давление ее мое. Короче. Вот. Ну, там прям, да. Тут у нас прям вот хорошо оно. Черное, причерное все. Так, я там помыл все. Вот. Помыл, почистил. Гермитосика. Вот тут вот что-то осталось в краешку совсем. Ты знаете, вот этот вот герметик красный, он прям вот, он не в резину превращается, он превращается в какой-то порошок, короче. Красный герметик говно. Все об этом знают. Вот он дешевый, да? Да, да, вот он дешевый. Так. Сейчас еще раз здесь обезжирим. Вставим термостат и намажем гермитосиком. Ответную часть тоже надо бы почистить и помыть. Датчик температуры стоит. Это, по-моему, датчик включения вентилятора. Если мне память не изменяет, конечно же, но так его фиг вы знаете. Короче, вот эту вот часть, вот эту вот часть надо намазать гермитосиком. Вот. А сюда встанет термостатик. Так. А это уже третья тряпочка. Видите, какие вот кусочки отваливаются? Маленькие. Да? Но что-то перестало отваливаться нафиг. Пошла вот эта вот чернота. Чернота, это говорит, что окисляется сам радиатор. Это фигово. Тогда нужна ударная нагрузка, чтобы все это дело поднять. Чтобы поднять оттуда все это говно, и чтобы оно начало оттуда уходить. А, ну так я еще и температуру опустил. Надо температуру опять поднимать. Я так думаю, что хватит, короче, мыть, потому что во какой поток стал. По сравнению с тем, что было, а потока не было вообще. А теперь поток. Я думаю, печка работает на всю Ивановскую. Блин, шланг держать. Короче, руки замерзают. Мягко так выражаясь. Сейчас еще погоняю через фильтр, и все, хорош. А, и да, и это. И я там поставил вон крышку этого. Вон он у нас стоит. Верхний вот этот вот болтик был. Ну, точнее, не болтик, а отверстие было практически без резьбы. Нарезал заново резьбу. Благо, что у меня есть глухой метчик для глухих отверстий. Вот такой вот он. И вот кусочек резьбы вышел. Ну, я думаю, походит. Так, это, поход, делал последняя тряпочка. Вот такой вот мусор. Интересный. Еще парит пока. Ну да, отложение, шлак. Короче, вода здесь черная. Сейчас воду меняю. Прогоняю обычной водой чистой. Вот, и заливаем антифриз. Термостат я уже прикрутил. Все на месте. Тут вот хомутик поменял. Вот, осталось туда шланги накинуть, короче, и все, и вперед. А это вот на тему я, это, бутылками помыл, короче, и все стало зашибись. Нечего, смотри. Я вот пытался бутылками помыть. Вот так вот. Ее утянуло. Короче, вот это вот, это вот все, она, короче, она начала, ее началось сжимать, короче, потому что температура такая большая, что, ну, короче, хана. Так что, бутылками вы хрен, что помоете, потому что руками такое держать невозможно. Ту температуру, которую надо достигать. То есть надо прям реально, ууу, нифига себе, там, вон опять пошло на расширение. Вот, опять посыпался мусор, что ли, я что-то не понимаю, нифига себе. Короче, собираю. Забыл показать, как там, вот они стали, выводы эти, латунные. Они, короче, стали прям вот свеженькие, чистенькие, классненькие такие, прям вот здоровские, приздоровские. Короче, вот там все готово. Здесь у нас, что у нас здесь у нас? Здесь у нас, где у нас термостат-то? Хрен его тычешь, вон он. Вон он стоит, но оно уже подсохло. Вот, здесь шланг одел на термостате, вот здесь вот-вот. Так что, поставил вороночку, ну, как обычно, воронку наливаю практически полную, вот. И надо сейчас завести. Думаю, сейчас я, короче, заведу, все будет нормально, такой разберу гофру. Блин, надо подмотать хотя бы, что ли. Гофру надо ремонтировать, потому что, ну, ей хана. Ей реально хана. Вот, сапун тут какой-то такой, интересно. Вот так вот, короче. Сейчас домотаем сюда тряпичку, тряпичную изоленту. И будем собирать все это дело. Пробовать заводить, прогревать, прокачивать систему, чтобы воздух ушел. Ну, я там вот, вот этот шланчик я снял вот отсюда, вот. Короче, заткнул пальцем шланчик вот тот. Из радиатора потекло, прям так потекло, и сюда еще долил, так потом раз, хоп, заткнул. Ну, прям хорошо тут потекло. Я думаю, что там воздуха уже нету в печке практически. Все должно быть нормально. Вот. А что это? Собираем. Сейчас замотаем гофру и будем заводить. Ай, да, чуть не забыл. Я такой фильтр первый раз вижу, ё-моё. Уже скачь, ё-моё. Сколько лет? Ну, три точно есть. Потому что у меня за... Да я, блин, у меня год максимум фильтр стоит. А то и того меньше, то два раза в год меняю. Короче, клиенту рекомендации срочно поменять фильтр. Вот, потому что, ну... Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Да. Короче, печалька. Ну, что? Завели. Вроде бы нормально. Видите, он еще вон, бульки еще выходят потепенно. Ну, короче, это... Ждем, когда прокачается. Сам антиферис холодный еще пока. Этот горячий. И этот горячий. Ну, такой уже тепленький. Тепленько уже, короче, дует. Ну-ка, дайте-ка позырить, как оно тут теперь дует сейчас. Так, что-то у нас... Да, уже тепленьким дует, представляете? А еще только-только-только. Ну, короче. Уже нормально. Блин, ну вот нет опирометра. Сейчас бы померили бы, как дует, что дует. Куда дует, того сюда. Короче, нормально все. Ну, все, вон, поедешь сейчас домой. Все нормально. Стопак габаритов нет. Один стопак. И центральный стопак работает. Ну, светом займемся. Пообещал заказать фары задние. Так что будет еще корол у нас на канале. Я, к сожалению, не могу сказать, что я достал очень много грязи из этой печки. Ну, как бы она была, но не в таком количестве, как я предполагал. Потому что поначалу, когда я только подключил печку, ну, то есть промывку всю эту штуку, то я, там, потока не было практически, там, еле-еле струйка, там, вот, еле-еле текла, я, по-моему, бы снимал это. Вот, потока не было. По сравнению с тем потоком, который потом был, то есть потока реально не было. Вот. Насколько почистилось. Вот сейчас вот стояла машина, ждала она клиента, то есть остыла, мы завели, она погрелась и уже, короче, дует горячим. То есть печка заработала, вроде бы, нормально. Посмотрим, насколько этого дела хватит, потому что, как мне кажется, что, что там система все-таки же вся, в общем, такая. Хотя там передний радиатор мениный, вот, двигатель вроде как перебранный. Вот, но двигатель дымит, ну, это не беда. В планах там на этой машине, ну, как я и говорил, да, поменять задние фонари, сделать свет сзади человеческий, чтобы он, чтобы он был. И также надо поменять прокладку клапанной крышки, прокладку трамблера, колечко, и переклеить поддон двигателя. Потому что с поддона двигателя там лопатит, короче, от души от сей. Потому что поклеен он на красный герметик, который разложился на плесень и липовый мед. Вот. Так что надо будет поклеить. И, кстати, там еще и гофра у него снизу такая, она протерлась, но она еще вроде держится, там, сельфон еще целый. Вот. А это как ее защитное плетение внешнее, оно уже такое, померло нафиг. Поэтому надо будет заниматься машиной, но вроде как клиент сам не против такой. Ну, и что, а мы только за. А я ожидал, что будет больше грязи. Хотя, вот смотрите, вот вода. Это вода. Такого, короче, серого цвета, мутного. И, ну, это грязь. Это как какашки, которые в ней, в воде. И сколько я еще вылил прочей этой воды. Вот это вот, это вот, что это, думаете, это нормально? Как бы хлопьев, таких, которые были на том же самом, а доджи, нету. Таких хлопьев не повылетало. Но поток реально увеличился. То есть поток стал прям такой прям ввалить, короче, прям фигарит. Да и что там говорить-то, я ее когда первый раз только завел. Там сколько, прошло пару минут, тройку, е-мое. Я схватаюсь, короче, за эти шланги. Блин, а оттуда его жарит, короче, прям капитально. То есть оно прям хорошо фигарило. Хорошо, то есть нагревается. Я думаю, печка будет работать классно. Вот. На этом, в принципе, все. Бардак у меня, конечно же, капец. Все лежит, что-то там, короче, лежит. Здесь лежит, тут валяется. Снять надо сейчас отсюда выкинуть. Вот так вот поремонтировали Toyota Corolla. Ничего особенного. Очень похожа она на Mazda, на Mitsubu, на Honda чуть-чуть. Ну, вот этих вот годов оно там все, в принципе, одинаковое. Да, реально 95-й год. То есть я угадал. Ну, вот. На этом, в принципе, все. Всем удачи и пока.